Девушки отдыхают 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 Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Что мне надо будет сделать? А что, ты у нас внезапно стал разборчивым? Придешь на место, все узнаешь. Мне ничего не сказали. Мне вообще показалось, что это я им должен платить за каждое слово. Ладно, а с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоу и подойди к алтарю. До тебя дотронуться или кивнуть тебе. Что-нибудь такое. Понятно, спасибо. Если ты обо мне не слыхал, еще услышишь. Я Дина. Знаю все, что творится в центре. Я Ви. Да, знаю. Наслышан. Всякого. Если что нужно, обращайся. И помни, Дина все про всех знает. Говорят, в Хейвуде новая душа. Я Себастьян и Барра. Меня называют патрой. Ви, приятно познакомиться. Люблю людей, которые ценят вежность. Будем на связи, Ви. Добро пожаловать в Пассифику, Ви. Оперативно. Я только прибыл. Это бизнес. Надо быть на связи. Что мы называем? Пассифика. Ви, поиски. Ви, поиски. Мы тебя ждали. Другого места не было. Не люблю похороны. Не бойся ты так, Эташ. Эти похороны не твои. Это ты, заказчик? Мне наконец расскажут, что надо делать. Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Что вам надо? Смотрите, один ли я? Какой у меня хром? Это что, проверка? Со многими мы работаем с детства. Мы знаем их ангелы. А тебя мы не знаем. Кто умер? Это как-то связано с заказом? Думаешь, мы проводим эти похороны для тебя? Мне нужна Брижит. Она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у Перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Он дома. Он ничего не делал. Найди в торговые оборудования для тебя. Старо. Я не могу помочь. Он тебе способен очень выжить. Он не имеет значение? Он не собирает личную жизнь все время. Да. Если ты, это знаешь. Иди в этом, чтобы я поговорю с тобой. Окей. Не���ывайте. Вы правда продаёте тут мясо? Серьёзно? Кто это делает? Мне нужен Placid. Плacid? Плакид? Плакид? Да всё, продолжайте. Плакид, приходите. Плакид? Плакид? Ты, Пласик. Я к вашему главному. Кисауми. Мне казалось, продажа домашней птицы незаконна. Птичья чума началась шесть лет назад, а сейчас вдруг раз и закончилась. Это не на продажу. Чего ты хочешь? Мне нужна Брижит. А пришел ко мне? Давай поговорим про заказ. Да, но не здесь. За мной. Куда мы идем? Сюда. Вот это Пасифика. Ты знаешь Пасифику? Нет. Вы не то, чтобы расстилаете ковровую дорожку для всех желающих. Этот район строился, чтобы пиджаки тратили здесь деньги. Замкнутый круг. Корбораты кормят курицу. Она несет звонкие Эди. На Эди покупают больше куриц. Нас интересует гимн Гранд Империал Моу. Самый большой и уродливый храм жадности в Пасифике. Недостроенный. До прошлой недели он был заброшен. Стоял густой. А сейчас? Туда забрались животные. Устроили логово. Классид, птицу. Ого? Упад безуэн. Ты ел лод киге ел епимал. Петер. Менсаасе ту. Менпон нонкуяй понс. Мэрси. Пашли. Ужене далеко. Классид! Угей омени. Угей омени. Угей омени. Витамили. Менпаблиэ. Раньше имел дело с животными? Да. Пару раз. Вы хотите, чтобы животные ушли из гима? Поэтому я здесь? Скоро сам все узнаешь. Вообще-то им нет смысла там сидеть. В самом центре Пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Может, вас пытаются обмануть, спровоцировать на глупость? Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? Тридцать. Может больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Что не так? Сначала, блядь, скажи, что ты хочешь сделать. Ты взял заказ. Делай, что я скажу. Так что давай, подключайся. А то что? Позовешь следующего желающего? Ви. Последний рывок. Финишная прямая. Прекрати. Не нравится мне все это. Но хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. Что-то мне подсказывает, друзьями мы не станем. Нет искры. Как-нибудь переживу. Эвелин Паркер. Знаешь такую? Она не из нас. Как-то работала на вас. А что вы своих в гимне пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман. Ты что, знаком с ним? Мне это не нужно. Железо-дрянь. Поменяй его. О, ты тоже в рипперы записался? Знаешь что? С меня хватит. Думаешь, так можно? Просто встать и уйти? Помни, зачем мы здесь. Я все понимаю. Меня этот хер тоже вымораживает. Но без его вуду мы не сможем найти альт. Все. Могу продолжить. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Неважно. Он все равно поврежден. Ммм. Как? Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ммм. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация. Карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Ну, что скажешь? Я гожусь для работы? Угу. Камьюнет. 20.35. 07. Три секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда комьюнет приехал. Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Эй, я просто пытаюсь сопоставить факты. Вы все это писали сами? Камеры наблюдения, спутники корпоратов. Пишем со всего. Кроме того, что в ГИМе. Правильно? Навороченный фургон. У гачков таких не водится. Его хорошо стерегут. Чтобы там ни было, это важно. Сделаем перерыв? Там нужна твоя помощь. Они справятся. Ты молчи. Животные тут ни при чем. Они просто охранники. Их наняли. Кто-то с полным фургоном нитранерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с камьюнет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к газу Агвы. Наши сети. Что? Зачем? Через Агвы я буду слышать то, что ты слышишь. И видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через ГИМ. И еще один голос в башке. То, что Рипер прописал. Мы знаем, кто этот раннер? Что ему надо? Надеюсь, ты узнаешь. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Как я понял, у тебя проблема. Закончишь с ГИМом, Брежит решит ее. Условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Посмотрим. Не обещаю. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брежит? Да. Соктий в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили? Смотрю, чужих вы не любите. Таких, как ты, видно. То есть, лучше быть начеку? Угу. Точно. Брежит знает про встречу? Или ты один всю эту кашу заварил? Я же сказал, время придет, и шефин с тобой поговорит. Кстати, давно хотел спросить. Почему вудуисты? Вы же не верите в вуду. Спроси тех, кто нас так зовет. Значит, вы зовете себя по-другому? Ага. Но ты мне не скажешь, как. Ну что ж, ясно? Вин? Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу. Вроде да. Это мои люди. Поговори с ними. Ты Ви? Они знают, что вы тут? Мы у себя. Это наш дом. Нам не надо быть призраками. Это тебе надо быть призраком. Тихим, невидимым. Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да. В гараже. Сзади. Только тсс. Тихо. Ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет. Пока мы здесь. Все тихо. Кто входил, выходил. Ну, они выбрались за едой один раз. Я внутри. Вижу. Проверяй комьюнет. Ладно. В коридоре камера. Обойди. А на рабочее? Ты говорил, мол, давно заброшен. Теперь уже нет. Животное починили. Гляди, ты всегда можешь сделать вот так. С новой моделью так не прокатит. У этого датчик движения. Он реагирует только на действия. У новых моделей симуляторы мышечной памяти. Они реагируют на намерения. То есть новые знают, что я буду делать еще в том, как я начал. Поэтому я могу просто все время ронять. На. Дождь. Вход в кинотеатр перекрыт. Который главный. Так, я у фургона. Нейтранера тут нет. Я вижу, что ты видишь. Молчи. Так, подключайся к фургону. Раз уж и ты это видишь, скажи, на что я смотрю. Потоки данных в Пасифике. Они ищут Агвы. Кто эти они? Дозор. Они ведут на нас охоту. Что именно им нужно? Внутренней базы данных. Если наш лед треснет, они возьмут все Агвы и всю сеть. Мы вернемся в темный век Бартмаса. Все так плохо? Не знаю, сколько они данных собрали, но их карта не закончена. Они еще подтверждают источники. Ладно, в чем моя задача? Добраться до агента. Его легко найти. Смотри на карту. Он в кинотеатре. Уходи. Это не твоя война. Невд. Что? Пласит, что? Он нас отрезал, отбросил. Я дал тебе еще лед. Пока все под контролем. Но ничего не взламывай. И что теперь? Он знает, что мы видели карту. Найди его. Ты не можешь через сеть его сжечь. Он же подключен к фургону. Не могу пробить защиту. Поэтому тебе надо добраться до него самого. Да. А что делать, когда я его найду? Я скажу. Агент хочет тебя отрезать. Животные скоро будут здесь. Забери в шахту лифта и выйди в фойе с левой стороны. Так тебя не заметят. Вылезай! Я тебя даже убивать не буду! Сейчас осторожно. В чем дело? Скоро встретишь врага, сразу ее сканируй. Все так плохо? Смелее! Нападай! Лосит, в чем дело? К тебе ломится агент. Я им займусь. Не отвлекайся. Долго я его не удержу. Он урон очень специальный животных. Убери ее. Теперь в дозорной. Думаю, с нее хватит. Подключись к нему. Нужны их данные. Ясно? Сначала. Лосит? Эй, тише, тише. Это че? Что ж, теперь он нам не помешает. Я оборвал связь с остальной пасификой. Выиграл немного времени. Сначала ты хотел меня обнулить, а теперь поговорить решил. Ну, какое обнулить? Просто отпугнуть. Но я тебя недооценил. Все, давай перейдем сразу к делу. Говори, кто ты такой. Брайс Мосли, особый агент дозора. Поговорим? У тебя был пассажир, да? Он все видел и слышал. Отдавал тебе приказы. Не знаю, сколько водуисты тебе платят, но наш кошелек толще. Купить меня хочешь? Не совсем. Просто предлагаю альтернативу. Не ставь на водуистов все, что есть. Они им не самые честные партнеры по бизнесу. Они в Найт-Сити уже сколько, лет пятьдесят? А мышление до сих пор племенное. Взять хотя бы ненависть к чужакам. Не интересует. Деньги тут ни при чем. Мне нужна мама Брижит, главная водуистка. Брижит и ее прихвость Анти-Нептун заморожены еще с тех пор, как мы установили вокруг их сети лед. А тебя, если я правильно понимаю, отправили их освобождать. Знаешь, почему тебе этого не сказали? Потому что ты враньон. Так они называют чужаков, которых нанимают. Половые тряпки. Когда заканчиваешь работу, тебя убирают. Судьба всех раньонов. Слышь, у тебя есть доказательства, что водуисты хотят меня кинуть? В смысле хотят? Они уже кинули. Тебе через личный порт с пассажиром загнали вирус. Ты посмотри, гладко стелец, скотина. Обрабатывает тебя в открытую. Я проверял. В системе чисто. Да? Тогда проверь еще раз. Проведи диагностику. Ладно. Так. Все окей, никаких следов. Сделай еще раз. И сравни с последним результатом. Идентичны, да? Угу. Это не настоящий скан, это копия. Что у вас с водуистами? Знаешь, сколько атак из-за черного заслона мы отбили в прошлом году? Я должен угадать? Не знаешь. И никто в Найт-Сити не знает, кроме нас. И знать не хочет. Людям кажется, что это несокрушимая стена. Универсальная защита, которая будет держаться до конца времен. А на самом деле, это старый мусорный мешок, который кое-как натянули на разбитое окно. Да еще и водуисты постоянно протыкают в нем дырки. Что сейчас с Брежитой этим, как его, Нептуном? Сигнал идет. Видимо, водуисты на своей стороне поддерживают в них жизнь. Но они вряд ли смогут делать это вечно. Это верно. В какой-то момент Брежит и Ти станут бесполезны для нас. Мы пытались зайти в сеть водуистов через их интерфейс, но Брежит оказалась упорной. Она нанесла пару ударов нашей системе, пока мы ее обезвреживали. Применила против вас ваши методы? Ага. Зачем вы собираете данные на нетранеров из Пасифики? Такая работа. Вам нужна Реза Агвы. Независимая сеть, которую вам не разрешают охранять и защищать, да? Не бывает независимых сетей. Если водуисты пробьют черный заслон, плохо будет всем так или иначе. Все-таки пойду по плану. Продолжение следует... Эй, Ви, ты жив? Сейчас. Минуту назад ты был как он. Спасибо. Мне уже лучше. Что случилось? Сетевик был прав. Вудуисты тебя кинули. Как только ты дал им доступ к сети Дозора, они сожгли всех агентов. И тебя. Похоже, Биачип опять меня спас. Пласид этого не предвидел. Похоже. Так что, не за что. Думаешь, Брежит спасли? Скорее всего. Благодаря тебе, я бы сказал. Зря, что ли, водуисты сделали из тебя дрон Камикадзе. Кто рискнет взять заказ у нас, ужасных водуистов? Пласид думал, что ты обычная подзаборная шваль, которую и искать-то никто не будет. А что, надо было сказать ему правду? Нет. Скажешь потом, Брежит. Ты же все-таки спас ее задницу. А Пласиду я бы на твоем месте показал, кто тут главный. Давай, ищай в бате. Надеюсь, их главный амбал любит сюрпризы. Хочешь поговорить с Пласидом? Ты же этого хочешь. А то я могу отвезти. Поехали. Откры. Ты вернулся. Как? Как ты выжил? Ты меня подставил! Ты, наверное, Брежит. Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про биочип? Да, и мы должны его проверить. Много узнала из моих сканов? Уж точно больше, чем Пласид. Ты узнала биочип, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт. Вы о нем не думали, когда пытались меня убить. Я бы никогда не подставила чип под удар. Если он в хорошем состоянии, мы дадим за него хорошую цену. Даже доплатим за моральный ущерб. Состояние биочипа оставляет желать лучшего. Собственно, поэтому я и здесь. Он не работает? Все не так плохо. Просто никто не знает, как его вытащить из моей головы, чтобы я не сдох. Вам надо было, чтобы я его выкрал. Значит, у вас могут быть идеи, как мне помочь. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Эвелин Паркин. Знаешь такую? А, кукла. Шлюха. Ты нашел нас, потому что она тебя к нам привела. Хоть на что-то эта девка в итоге сгодилась. Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к биочипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделал. Другого способа нет. Чтобы достать биочип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Тогда ты первая. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаите. Теперь мы справляемся без них. А как так вышло, что Пласид не знает о биочипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеке. Пласид не знал. Он... Куда мы идем? Скоро увидишь. Дозорный не заметил, что у тебя биочип. Странно. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет. Часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Вьюэр Куран. Все штаты были. Все штаты начали. Хорошо. Мы введем тебя в киберпространство. Там ты сможешь взаимодействовать с Конструктом. У вас что, есть своя версия Синтеховского интерфейса? У нас есть своя версия для всего. Мы ничего не берем из города. Откуда мне знать, что я вернусь? Есть какие-то гарантии? Ты будешь в нашей цифровой крепости под надзором. Под вашим надзором. Если бы ты знал, что можно встретить в сети, не пытался бы спорить. Чем это отличается от простого нейтронинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нейтронеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Так, так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт? Чип, который хранила Аросака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. О чем сказать? О нас. Конструкт активен. И мы с Джонни можем болтать время от времени. Угу. На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как энграмы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно. Для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграмы Сильверхэнда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон. Только что сказала. Дирекцион коннекте. Коннекцион стаб. О нет. Только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви. Делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит, что лед отпугнет диких искинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы... Мы будем готовы. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против искинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу дозора. Только черный заслон тоже искин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы искины думали, как люди его бы сочли предателем. Джонни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй. Делай, что говорят. Можем работать. Можем работать. Можем работать. Можем работать. Где мы? Это наша Борда. Цифровая крепость. Мост в глубокую сеть. тут все такое живой настоящий киберпространство все время движется меняется интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга но ты ты совсем особый случай ты сейчас видишь больше чем я до киберпространство всегда так ладно что теперь можно начинать все готово мы усилили твою связь нейроны сетью сильверхэнда чтобы взять фрагмент конструкта нам нужны данные об альт только о ней это займет всего приезжает что происходит вы не убедили вы не убедили джонни до какого хера ты перегнул сильно а теперь что будет дальше вытащишь на сцену корпората свяжешь его подольешь бензином и подожжешь это не твоя личная группа ты тут не один ты вообще-то тоже больше никто ко мне не приебывается остальных просто достала что-то доказывать они поняли что с тобой разговаривать бесполезно ты блять поехавший ты знаешь зачем я это делаю нет нет не знаю ты допрыгаешься и арасака сама наступит на горло твоей песни но идеи то только у меня есть так что если тебе как всегда нечего предложить отъебись блять это из-за концерта или керри а мы торопимся посмотри на себя аж вспотел от злости и 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 Это было классно. Да. Даже жаль, что у нас ничего не выйдет. То есть просто покурить после секса уже не в кайф. Надо непременно выкопать топор войны. Все кончено, Джонни. Я просто не смогла исчезнуть, ни слова не сказав. Ну, говори. Чего хотела? Тебе вот обязательно вести себя, как скотина, Джонни? Чего тебе сегодня так накрыло, а? Не только сегодня. Мне казалось, творческие люди должны улавливать намеки. А тебе хоть бы что? Нормально же общались. Что тебе не нравится? Обижаешь подруга. Ты же знала, на что подписываешься. Ладно бы ты был просто харизматичный, самовлюбленный мудак, Джонни. Ладно бы ты гнался за своей мечтой, как ненормальный. Я бы слова не сказала. Но? Но все это фикция. Как и этот концерт. Как и ваш самурай. Это фальшивка. Обман зрения. Ты не рокер, Джонни. Просто прими это. Ты мог бы стоять на улице, как эти несчастные торчки, пускать пену изо рта и скандировать смерть Арасаке. А, то есть ты хочешь меня перевоспитать. Ну что ж, не ты первая, поверь мне. Очень надо. Я в такие игры не играю. Просто хотела сказать, что ты сам себя обманываешь. И только ты можешь с этим что-то сделать. Имей в виду. Ты, наверное, что-то попутала. Мы встречаемся, чтобы трахаться. А не чтобы ты ебала мне мозги. Ты просто боишься. Что ты, что Керри. Только у меня есть яйца, чтобы бороться против Арасаки. И это вас пугает. Всех вас. Конечно, Джонни. Никто во всем Найт-Сиди тебя не понимает. В этом и проблема. На сегодня я уже наебался под завязку. Так что можешь выметаться. Знаешь, мне казалось... Что это нечто большее? Что у нас отношения? Такие, что можно ебать мне мозг по каждому поводу. Тебе именно показалось. Эй, ты куда? У меня встреча. Сильверхэн, эй! Мощно выступим! Альт. Не надо. Хватит. Завтра снова играем. Пойдем отсюда. Выпьешь с нами по капельке, Сильвер-рокер? В другой раз, чумбы. А если другого раза не будет? А? А? Джонни. Ну, бегом! Эй, куда ты собрался? Нет! Уйдите от меня! Куда? Куда? Джонни! Нет! Нет! Уйдите от меня! Уйдите от меня! Джонни! Не трогайте меня! Не трогайте меня! Неплохо тебя отделали. Ну давай, подъем. Сколько лет, сколько зим. Сколько? Недели две прошло, как я тебя собирал. Я успел соскучиться. Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Он мне как сын. Я уж вижу. Ну и что там со мной? Я всунул тебе в жопу столько трубок, что там теперь чисто коктейль-бар можно открывать. Еще пришил синтетическую печень, а то твоя выглядела как бумажный пакет с говном. Супер. Теперь буду жить вечно. Практически. А где Альт? Какая Альт? Она была со мной. Он привез только тебя. Сука, ее забрали. И что, никто не видел? Спасителя своего спроси. Говорит, его зовут Томпсон. Это был ты в Уотсоне. Надо поговорить. Так, ладно. На соплях, но держится. Посиди тут хотя бы пару часов. А то швы разойдутся к херам. Ага. Джонни. Ах, пизду. Все равно не послушаешь. Что ты видел? То же, что и ты. Они приехали за ней. А ты просто... был рядом. А ты стояла задумчиво дрочила за угла, размышляя о смысле жизни? Если бы я вмешался, нас бы покромсали обоих. Скорость реакции у парня заметил? Не успел он, скорее всего. Такие запчасти, как у него, на дороге не валяются. Так, чего ты хочешь? Зачем ты меня вытащил? Откуда такой альтруизм? Ищешь материал для своей газетки? Нет. Материал у меня уже был. Только его запихнули в фургон и увезли черт знает куда. Ты... Будешь с этим что-то делать? Она вроде твоя девушка. Не твое собачье дело. Сам не уверен. Я слышал, что не все гладко в датском королевстве. Мне так-то не интересны ваши сердечные драмы. Я хочу знать, зачем ее забрала Арасака. Думаю, альт – случайная жертва. На самом деле, им нужен я. Ты вообще знаешь, кем она работает? Она чуть ли не лучший нетранер в городе. Ну и... Таких дохера. Арасаку может интересовать только то, что ее ебет Джонни Сильверхенд. Она работала на ITS. Делала для них очень хороший черный лед. Такой, что не раскулешь во всех смыслах. Арасака охотилась на нее. Обычная межкорпоративная разборка. Погоди-ка. Альт хотела встретиться с тобой. Угу. Просила, чтобы я ей помог. Были причины. Корпораты давно за ней охотились. Но до этого она как-то уходила от их клинков. То есть она боялась и пошла к тебе? Ага. Я начинаю понимать, почему. Окей. И чего они хотят? Слово «душегуб» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно. Не у каждой городской легенды такое хуевое название. Это не легенда. Душегуб существует. И твои чумбы из Арасаки уже взяли на работу его создательницу. Ты только представь, что Арасака будет творить с Душегубом. Подумать страшно. Ты понимаешь, о чем я, Рокер? Они нагнут нас всех. Душегуб обнулит любого Нэтранера, который хотя бы пальцем тронет их лед. Я видел таких. Физических повреждений нет даже в нервной системе. Никакой агонии и криков. Остальное расскажешь по дороге. Ты мне не веришь? История стара как мир. Арасака хотела меня спровоцировать. У нее получилось. Ну а ты что, пойдешь со мной? Куда? В Арасака Тауэр. Отбивать Альт. Вдвоем? Тебя так сильно об асфальт приложили? Ага. Пойдем. Сможешь посмотреть из-за угла. Все, как ты любишь. Я буду в машине. Только давай быстрее. Подождешь. Сколько надо. Где бестия? Сядь. И не рыпайся. Сильверхэнд! У меня тут счет с твоим автографом. Ты видел бестия? Она наверху. А я слышал, вы уже не... Это ты ослышался. Ебаный брод. Джонни! Можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Ты видела, с кем он разговаривал? Джонни! Энгельс, как дела? У них какая-то закрытая встреча. Бестия тоже там? Да, но... Понял, понял. Закрытая встреча. Да я только спросить не ссы. Ненавижу этот гольд. Этих скользких фиксеров. Этот ебаный бар. А где бы ты хотела быть? Я могу увести тебя на равнины, по которым кочует мой клан. Заказов там, конечно, немного, но... Мне кажется, мы найдем, чем заняться. Мы уже это все обсуждали. Я сказала, нет. Сегодня нет. А завтра будет видно. Джонни. Я тебя не знаю. Это не проблема. Главное, что все знают Джонни Сильверхэнда. Нужна твоя помощь. Мы ждем клиента, который не хочет светить. Ага. Настолько, что решил не приходить. Тогда и нам нечего тут сидеть. Ты же не злишься на меня? За что, Джонни? За то, что ты мне напиздел и подставил моих людей? Или за то, что ты ебал еще трех баб за моей спиной, пока мы встречались? Не думай, что я не понимаю. Было всякое. Но у нас сейчас нет времени на чувства. Я не тороплюсь. Новый партнер. Знаешь, эта твоя обаятельность переоценена или поистерлась с возрастом. Так у тебя какой-то заказ, Рокер? Или ты просто языком потрепать пришел? У меня заказ. Срочный. Но я хорошо заплачу. Сколько? Не лезь. Это не твое дело. Мое. Рокер готов раскошелиться? Ты что, не видишь? Нет у него никакого заказа. Он пришел поиздеваться. В прошлый раз помню. Значит, в этот раз будь умнее и возьми деньги вперед. Ну так сколько, Рокер? Дело связано с Арасакой. Я пойму, если вы не возьметесь. Хотел заинтересовать? Получилось. Если ты хотел получить скидку для друзей, это не ко мне. Да ладно. Вы же только и ищете повода устроить махач с корпоратами. Так-то да, только не за даром. Такие приколы только для Рокеров. Я плачу по двойной ставке. По тройной. И сам идешь с нами. Если она тебе не доверяет, то и я тоже. По рукам. Хорошо. Срочный заказ, говоришь? Джонни! Ты что, не видел, что тебя пасли? Мистер Сильверхенд. Пойдешь с нами. Хочешь отвезти меня к Альт? Хм. Так я и думал. Ты уебище лесная! Хочешь поиграть? Со мной? Да ладно. У меня тут ситуация! Все так же, популярен. Он на меня напал! Хороший был бой. А у тебя все-таки есть польза. А, так что-то по-плохому? Ну ладно. Боец убежал! Бертолёв? Серьезно? Осторожней. У них тоже глаза есть. Быстро, быстро! Да-да-да, отходи! Мне этого не хватало. Есть еще кто? Никого? Нет? Надо выбираться! Когда мы закончим, хоронить будет нечем. Несем большие потери! Твою ж... Выберитесь! Сука! Давай в лес! Суки, уйдите. Надо сваливать отсюда! Скорее! Хорошо. Мы победили. Неудивительно. Я тут немного занят. Снизу их будет еще больше. Поверь мне. Стреляй! Мы парканулись снаружи. Ты с нами? Меня Томпсон ждет в машине. Кто? Журналист. Ты не знаешь. Хана тебе, крыса! Принесу их. Боли его. Улет! Камата! Круста! Это пока только разобреется. Солдат убит! Скорей! Валим отсюда! Так, за нами хвост! Арасака! Если попадут по машине, нам пизда! А вот это было неплохо. Что дальше? Их надо скинуть! Справа переулок, сверни! Ну что, держишься? Ну вот, кажется, и все. Брошим где-нибудь машину и поболтаем. Так кого нам надо вытащить из Арасаки? На тренершу из АТС. На тканинке. О! Понятно. Ее, наверное, отвезли в башню. Чем дальше, тем лучше. И что вы хотите делать? У вас есть какой-то план? Да. Отвлечем их. Немного пошумим. Сыграем у Арасаки под самыми окнами. Отожжем так, чтоб стекла повылетали. Этот концерт все запомнят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Количество человек, которые страдали во время беспорядков, по-прежнему останется неизвестно. Наши корреспонденты, которые находятся рядом с Арасака Тауэр, сходятся в том, что на площади было распылено психогенное вещество, изменившее поведение людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не нравится он мне? Пресса всегда к неудаче. Чего? А представь, если его запись по закону подлости найдут. Запись, где мы бегаем по Арасако-Тауэ. Подумаем об этом, когда выйдем отсюда. Давай, у нас мало времени. Нет, не заслужил он повышать. Центральный компьютер. Надо его найти. А ты знаешь? Ладно, слушай внимательно. Быстро, быстро! Блядь, дверь закрыта. Что теперь? Вражеский огонь! Когда мы закончим? Есть еще кто? Не вижу меня, Гэр. Никого? Нет! Так, я и думала. Хорошо. Мы победили. Должно быть где-то здесь. Турели, осторожно! Пора за работой. Вот и все. На этой двери столько броней, что без танка не пробьешь. Есть идеи? Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. Три, два, один. Иди. 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 альт я посадил ее работать над проектом всей жизни иди-ка ты к хуям альт альт нет только не это она сука джонни ты совсем охуел ты что еще пишешь не изменишь она не джонни прекрати уже убить его хочешь нам надо идти джонни ну говори а то лопнешь расскажи что потом стало с томсона не знаю мы с ним больше не работали может потому что ты его разъебал чтобы злость сорвать ты не понимаешь он же падальщик хера с 2 бы он помог альт ему была нужна история уже охуел от радости когда увидел что аросака и обнулила да этот уебок сам бы блять и и убил лишь бы снять материал получше да тебе тогда не присвоили звание мудак года да ты блять про что сейчас браальт ты всегда так себя вел поговори еще тут прайд ты чего блять другой флешбек смотрел да и я ради нее разъебал аросака тауэр интересно зачем правда ты же ее считай послал сказал что нахую ее вертел во всех возможных смыслах ты вообще слышал что она мне говорила могла ведь просто уйти но нет сперва по яйцам дарила а ты никогда не думал что она права с чего бы она была та еще манипуляторша вот уж кто бы говорил это в каком еще смысле вспомни каким ты был в двадцатых неужели ты ничего не понимаешь нет у меня какое-то дежавю ты такой же идиот как она почему тебя ебет что было в две тысячи двадцатых потому что ты ее ищешь чтобы попросить о помощи и вообще ты тут как бы не один мог рассказать и раньше про аль а чтобы это изменило я не знал как ее найти и ты тоже но я бы узнал кого мы ищем уже было бы попроще только как в итоге альт нам поможет по моему ее убили она не умерла она ушла сбежала ну я же видел она ушла от них в сеть да ты гонишь я наслушался про гениальных нетранеров сбежавших в большую прекрасную сеть не думал что ты веришь в такую херню я не буду тебе ничего доказывать просто делай что я говорю когда ты узнал альт вышла на связь немного позже ну и что сказала что ей не вырваться из сети арасаки но они ничего не сделают и вообще попросила больше ее не искать да чё так она хотела чтобы в этот раз я им все простил потому что и так уже много людей погибло зря и что ты сделал для начала купил два термоядерных заряда и вернулся в арасака тауэр думаешь альт еще жива пятьдесят лет прошло и ты их провел в микоши дозор уже давно мог ее выследить но они пытались корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному и и который знал как думает человек пока они искали ее в хрустальном дворце она строила ебаный город духов для кантао и бестия пошла с тобой я хорошо и платил ты же говорил она лучшая она могла и отказаться по какой такой причине она решила работать на рокера суицидника мало того который постоянно огребает от арасаки видишь ли тогда по другому было наемники не продавались корпорациям достаточно было крикнуть ебем мать и арасаки и все бы сразу обкончались от восторга и бестия тоже вудуисты вроде бы знают где она сейчас за черным заслоном там где ее не достанут прижит ищет способ за него проникнуть просто чтобы найти альт и поговорить с ней ты наверное не потянешь с минутой для меня прошло явно больше минуты я увидел большой кусок жизни джонни и альт вероятно данные которые были связаны с альт оставили яркий след в памяти конструктор очень яркий и эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию которая спроецировалась на твое сознание да уж эмоций было через край в каком состоянии конструктор по уцелевшим данным альт увидит что он аутентичен что это вообще значит так что у нас получилось да мы получили нужный фрагмент из энграма Сильверхэнда теперь все готово для связи с альт сначала нам нужно пройти дальше туда где уже нет границ за черный заслон не многие переходили на ту сторону никто не возвращался она будет первой то есть получается вы понятия не имеете что на той стороне мы скоро это узнаем а вот тени которые я вижу это дикие искины пытаются найти проход я выполнил свои обещания твоя очередь давай ты удалишь энграму Джонни до того как мы перейдем через эту стену мы не пойдем туда ты один перенесешь код на ту сторону блять как я не догадался похоже ты изначально не собиралась мне помогать да? теперь это не имеет значения ты доведешь дело до конца видимо выбор у меня небольшой али как мне перейти на ту сторону? ближит? альт Джонни тебе нельзя здесь оставаться альт Каннингем альт что происходит? здесь мы поговорим спокойно я сам с ней поговорю Джонни ты прошла за черный заслон только чтобы меня увидеть значит все нормально? ты не злишься? я распознала код твоей энграмы но мне неизвестно зачем ты здесь хочу получить должок за то что вытащил тебя из Арасака Тауэр Ви это альт лучший нетранер в Найт Сити за всю его историю альт это Ви ты должна спасти ему жизнь что ты сделала с Брижит? она еще жива? да, но в данный момент она нам не нужна чего ты хочешь? этот чип постепенно меня убивает конструкт прописывает свои данные поверх моей нейронной сети я вижу почему ты считаешь что мне это важно? а хули нет то? это ты создала душегуб ты вручила Арасаке ебучее супероружие которое поджарило мозги мне, тебе и половине раннеров Найт Сити ты погиб исключительно по собственной воле ты серьезно, Альт? я пошел за тобой и теперь ты говоришь что тебе это все не важно? да Альт Каннингем, которую ты пошел спасать в Арасака Тауэр больше не существует ты должен знать это лучше всех потому что ее смерть на твоей совести Джонни не виноват в твоей смерти откуда ты можешь знать? я видел его воспоминания это была случайность ты видел не более чем его субъективную версию произошедшего образ событий, который остался в его подсознании и деформировался за кодовость произведения его версия не имеет ничего общего с истиной а кто ты тогда, если не Альт? я пользуюсь данными ее энграммы круто в ее энграмме написано, что она была равнодушной сукой может вы попозже с этим разберетесь? не знаю, чего я ждал от встречи с тобой но уж точно не ссора виртуальных любовников ты сейчас только хуже делаешь хуже быть уже не может ладно, я понял, ты ненавидишь Джонни а что насчет меня? я не могу тебе помочь или не хочешь? не могу, чтобы это сделать мне понадобится доступ к более сложным технологиям в смысле? это же твоя программа ты создала душегубу программа, которую я создала мало общего с тем, что потом сделала из нее Арасака ладно, что думаешь про Микоши? там достаточно сложные технологии если бы у меня был доступ к Микоши ее бы уже не существовало отлично, тогда давай так мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви согласна? лучше в истории Нетранер Найт Сити не может сам пробраться в Микоши? меня там слишком хорошо знают они поставили слой черного льда на котором буквально написано мое ик прямо как арестантская роба сшитая по заказу я сделаю все, чтобы не оказаться там снова так ты знаешь, как можно мне помочь? в Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью душегуба а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни после этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело погоди, то есть чтобы меня спасти надо сначала меня убить? твое сознание, нейронные энграммы будет записано в виде данных остальное перестанет существовать остальное? душа те, кто назвал мою программу душегубом точно отразили суть того, как она действует сука, я даже слушать не хочу эту лабуду Ви просто вернется в свое тело, правильно? ничего не изменится все изменится, ты это хорошо понимаешь ладно, план у нас есть как ты собираешься проникнуть в Микоши? это не получилось даже у моих армий так в этом как раз и проблема ты создавала их в сети а мы делаем ставку на человеческий фактор мы найдем людей и пробьем окно в Микоши Джонни немного приукрашивает факты, если что я понимаю, ты ему не очень доверяешь но даю слово, мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши у меня и у человеческого фактора есть что-то общее так мы договорились? да, мы договорились найдите путь к Микоши а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети как с тобой связаться, когда будет готово? вот адрес борты мы будем общаться по защищенному каналу а что в итоге с вудуистами? они позволят вам уйти невредимыми это часть нашей сделки ты все-таки смог выжить интересно, чем закончится ваше сотрудничество с Альт ее будет трудновато развести а я не знаю, умеете ли вы хоть что-то делать честно ты еще смеешь меня поучать? просто хотел отдать тебе должное другие раньоны, наверное, не доживают до этой счастливой минуты хватит, Альт могла защитить тебя в сети но сейчас ты на моей территории да, я как раз собирался уходить ну? тебе сказали, чего Брижит хочет от Альт? или это снова информация не твоего уровня? как было с биочипом? ты хочешь меня спровоцировать? думаешь, это умно? ну и как? у меня получается? ты наверное очень разочарован чем еще но тем что не можешь просто меня убить это не в моей власти смотри-ка смотри видишь пидорасы блять слушай ты смотришь новости про а рассаку или порнуху комментируешь какая смешная шутка ты только посмотри что они сделали с этим районом хочешь что-то сказать говори я же вижу что твою я все это время разбирался что у тебя в голове пытался понять с кем имею дело сперва я подумал что тебе просто не везет но потом до меня дошло в чем твоя проблема ты мальчик с пустошей который всю жизнь полагался на помощь семьи но в найт-сити ты никто ты воруешь у мусорщиков об которых все наемники вытирают ноги ты конченый мудила а ты тупой хуй как знать может мы все-таки подружимся как много ты однако знаешь о моем прошлом но это как раз логично ты видишь фрагменты моих воспоминаний и о твоих меня бесит что наши воспоминания смешиваются эта история с чипом худшее что было в моей жизни не уж то я еще не на первом месте в твоем списке но самовлюбленный мудак это не такая большая проблема по сравнению со смертью смерть через превращение в кого-то другого ты не заслужил такой судьбы а ты как-то ощущаешь мои воспоминания в каком смысле но в смысле если абстрагироваться от того что ты видишь или слышишь что ты чувствуешь от моих воспоминаний разочарование гнев горечь страх правда мне сложно разобрать мои они или твои ты боишься смерти нет боюсь упущенных возможностей как воросака тауэр как видишь оттуда я тоже выбрался и мы с ними еще не договорили нет тебя просто бесит беспомощность тебе не дают слова от тебя ничего не зависит что за чушь ты несешь вей когда-то весь мир вертелся вокруг сильверхэнда а теперь всем на тебя срать ладно я скажу тебе почему я хочу разрушить расагу но скажу только один раз будешь слушать я видел как корпы забирают у фермеров воду а потом и землю видел как они превращают найти в машину которая ломает судьбы уничтожает надежды и выкачивает деньги они давно получили контроль над нашей жизнью но теперь им нужны и наши души с этим сложно спорить может ты прав ви я объявил им войну не потому что меня угнетает капитализм и не потому что у меня ностальгия по старой америке это война людей против системы которая перестала нам подчиняться борьба с плетскими силами энтропии ты меня понимаешь и я буду бороться чего бы мне это не стоило придется убивать буду убивать нужно будет твое тело я его сука заберу твою мать ты пока не видишь опасности но это пока а а блядь